Нефть целится на новые максимумы, но дальнейший рост остается под вопросом. Картина по рублю выглядит мрачно, на восстановление пока надежды нет. Приближающийся к Мексиканскому заливу ураган Лаура выступает сейчас в качестве основного драйвера для рынка энергоносителей. Стоимость контрактов на Brent и WTI доходила во вторник до максимальных отметок с 5 марта, когда началась пандемия. Тем не менее, последствия урагана для цен на нефть, как ожидается, будут кратковременными. Даже если добыча в Мексиканском заливе будет восстанавливаться медленными темпами, запасов сырья хватит для того, чтобы избежать перебоев в поставках. Спрос на топливо остается слабым из-за кризиса вокруг коронавируса. Торговую сессию среды нефть открыла в плюсе, переписав максимумы начала августа. Однако днем котировки замедлили подъем. Балансируя между ростом и снижением. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent повышалась на 0,16%, до 46,35 доллара. Схожую динамику показывала WTI, баррель торговался по 43,36 доллара. Бычьим фактором для нефти является и отраслевая статистика. Данные американского института нефти показали снижение запасов сырья в США на 4,520,000 баррелей за неделю. Сегодня в фокусе рыночных игроков будет официальный доклад о коммерческих запасах нефти от Минэнерго. Если и этот отчет будет в бычьем ключе, цена фьючерсного контракта Brent вполне может предпринять попытку протестировать новые высоты. Российская валюта завершила прошлые торги с потерями около 1% на отметке 75,32. Сегодня негативный тренд продолжился. Россиянин на дневной сессии терял 0,4% к доллару, который оценивался в 75,61 рубля. Это происходит несмотря на позитивную внешнюю конъюнктуру. Спекулятивная игра против рубля идет из-за усиления политических рисков. Свою роль здесь играет история с отравлением оппозиционера Алексея Навального. Негативное влияние также оказывает политическая нестабильность в Беларуси. В качестве основного сопротивления в паре доллар-рубль сейчас выступает отметка 76. Если покупателям рубля не удастся защитить этот рубеж, то дальше целями роста в паре могут выступить отметки 77-77,60. Политика выходит на первое место. Дальше давление на рубль может усилиться. Зам госсекретаря США Стивен Биган сообщил, что в случае подтверждения версии отравления Алексея Навального, Вашингтон примет жесткие меры в отношении России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова